вот такая температура а вечеру до 6 часов поднимется еще не привыкла я к штативу хороший штатив купили но я не умею со штатива снимать непривычная я к штативу вот на селфи палки еще более-менее но мы его купили я его сегодня первый раз попробовала с собой поносить в огурцы так вот кабачки я сегодня не буду снимать очень много таких средненьких все-таки их надо немножечко наверно раскуром то немножечко чтобы они подоспели листья горят на сон на солнышке вон какие помидоры крупные зеленые поснимали они начинают спеть нижние боимся фитофторы так бы можно их и все оставить пусть бы они спели но фитофторы наш бич на улице снимала тоже крупнющие огромные вон они еще тут нарастают вот такие вот лук наш экссибишен вчера крыжовники собрала все крыжовник смородину собрала и к этому кусту говорю мне подойти бы как но муж сказал что вырую грядок картошки и подойдешь к кусту там у нас он сейчас я попробую сделаю белая белая и гранатовая висит но и немного там висит но все равно надо снять будет вот такая дорогущая на малине остались единичные ягодки где две накисти где одна здесь вот верхушку срезала потому что она высохла здесь тоже висел куст срезала заканчивается малина еще разочек наверное пройду и что останется наплевать много червивой надо вырезать ну что мои хорошие что ты хвостик потеряла да ты моя хорошая так ну что как дела у вас так там не доели здесь не доели кабачки колосики вышелушили и сгребли почти все что попалось под грабли оборвала я ромашку на сушку себе корни отрезала может когда волосы сколосну ну как вы цветете надо вам вот эти обрывать конечно вы красивее будете смотреться так так крайний куст в прошлом году плохо цвел зато в этом году он как гвоздики оставила только с которых семена собрать но они все равно не будут соответствовать они все равно переопылились так здесь у меня тоже кругом мята топинамбур и ежевика молодая смородина но эти яхтки и объемы я не буду больше собирать особенно нечего монбреция на на попозже будешь свести так что здесь я жду когда малина мне покажет даст бутоны или не даст или это не ремонтантная я жду вон какой жук сидит вон он какой только гадости нет с другой стороны зашла оказывается я вместе с георгинами и сохранила веселых ребят вот желтый и вон тот а я то думала откуда у меня столько много георгинов в памяти нифига нет вот два беленьких зацвелись немножко фиолетовая серединка у них скоро зацветут оранжевые и хотела я с той стороны не достала так по вам можно наступать наверное а нет это лист это лист я все ищу бутоны если бутону не будет я ее выдерну эту малину почему то я не знаю когда ремонтантная дает бутон это я думала она уже должна но нету и здесь тоже мята полно вот высоченная гелениум 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 больше меня он какой вот как сюда попала эти фонарики вот эти дегративные физалис гелениум я его сюда вообще не носила а он здесь и в юн заплетает гелениум так а стиль бы отцвела а это гелениум тоже вот это это я тут понемножку его высаживала тоже высокий но этот вообще буйный и климатис смотрю расцветает да а а это вот высокие вот такие сентябрины и бузольник вот это желтый по-моему бузольник я его все выдираю выдираю он все цветет и цветет горе он еще муж сейчас травы не косит потому что очень жарко утром роса днем жара ну я им нахожу чего порезать какие-то листья щавель выйду на две минуты нащиплю порежу брошу им им хватает потом кабачки с ухудцами режу так что им сочного хватает прохожу нет нет возьму какую-нибудь маринку жалко обрезать по штучке еще пока можно объесть так черенок похоже и последний надо вытащить да конечно конечно корней нет это надо можно сказать пусть куда-нибудь сыпи землю вот и не надо она поливаю 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 они у меня чуть-чуть недостачи воды сразу вянут их надо всегда сдержать политые всегда так кабачки нарастают а укропу вот здесь вот здесь укроп просто здесь сушился навалил семян вот сколько его вот этот я сеяла так с другой стороны пройдем где свекла вот здесь укроп конечно хилый что значит ему не хватает питания потому что яблоня сосет кое-где есть яблоки но они чернеют и будут падать потому что такой год их нету вот вижу два черных яблока малюсенькие ну их загрызли конечно насекомым тоже надо есть что-то лук начал ложиться я смотрю что-то говорит оно о-о-о-о их все бишем так кто-то мне ест а вот уже оболочка появляется желтая нормально у нас хранился в холодильнике правда его у нас как раз хватило мы его мало используем лука да на вины как раз хватило а здесь картошка зашла видите так это мой мои самые плохие помидоры которые я открытый грунт посадила я их два раза всего полила хотя месяц уже жары так свекла тебе тут так тесно все равно вырастишь хоть мелкая меня уже отсюда несколько выдрала листики так немножко облановлю куром но свекла нормальная уже себе варила так ну что ж такое кто ж меня там ест вот вот такую я дергала это как ее называют-то цилиндром там круглые тут три сорта у нас теперь свеклой крупная она и не нужна вырастет с маленький кулачок достаточно у меня много ее этой свеклы насажена это вот основная тут грядка а еще сколько я рассадила ее по всяким по всяким вот укропу осталось муж не додергал укроп еще ой укроп чеснок выдрал немного так я капусту брызгала вроде не видно гусениц так гусениц так здесь надо будет на еду свеклу к курум потому что нам столько свеклы не надо вот я что рассадила она вся принялась вон по обочине здесь чеснок я тоже больше не буду рвать я наморозила его килограмм двадцать наверное пусть растет как хочет это тоже свеклу укореняла вся укоренилась и там вся укоренилась то вообще в самую сушь пикировала и все укоренилось картошка пропущенная это муж так ее убирает что она везде потом лезет ой не без этого не без этого так что-то мне хочется здесь пройти поругает и ладно шо ж теперь делать ой вот она нам всякенькая и всякенькая до осени вырастет но я конечно ее наверно куром все отдам потихоньку подниму помаленьку так а тебе надо наверно вырезать потому что титания очень здоровая такая такая она длинная интересно если ей просто верхушки укоротить наверное нельзя это же сорт такой высокий просто наверное связать надо у меня тут она была привязана к этому колу и сейчас привязана еще кол один воткнуть и арматуринную привязать просто клубники муж раз два три три с половиной грязки окопал еще осталось но я не окапываю у меня рабочая под лопату левая нога и она же оперированная нельзя напрягать ее жалко протез вот полила немножко я Елизавету свою она уже мучается мучается но цветет и образует завязи и немножко плеснула перцы и два ведра в помидоры просто без лейки плеснула так ну а конечно вода скатилась в борозду тоже плохо так я тут что-то увидела что-то почему-то маленькие перцы краснеют их надо домой они дома дозревают вот вот видите наверное тоже воды не хватает они такие здоровые длиннющие а он еще вижу красный так я здесь сейчас карман сумму еще один краснеет этот низенький о жопа выдралась ну ничего мы его съедим потому что он уже вот такой карман тоже надо конечно посылки обрывать а я не могу сюда заесть тут кошмар и ужас потому что столпотворение такое вот на этом на крайнем видно солнце ему попало все созрели мы их сорвали давай давай наклонился один ой а вон там-то сколько перцев-то в ряд угу так ну ладно здесь я все собрала давайте отдыхайте ой вылезаю парники не закрываем форточки не закрываем ничего не закрываем пусть как хочет а это петрушка семена дала прошлогодние да прошлогодняя петрушка а вот эта мелкая что здесь сидит здесь здесь это самосевом посеялась и надо мне грядка чтобы все это укопать и посадить наверное вот здесь рядом с клубникой он у меня сделает грядочку мне надо в эту грядочку вынести лук зимний петрушку ну всего понемножку и чеснок дикий как он называется я уже не помню в общем тоже сюда вынести лилии которые зацветают которые отцветают вот это вот восточные пахнут очень резко ой это гладиолусы что я купила посадила в горшок так вот уже тоже один колос второй колос который зимовали у меня в подполе один уже доцветает еще зацвет вот еще два колоса вот третий колос тоже все зацветут отцветут вот и будут опять у меня в ведра зимовать мне понравилось вон ту яблоню мы спилили пень торчит и теперь вот малину вырежу и будем вот эту вырезать яблоню все под корень вот жалко хороший сорт ну заболела ну заболела сорт уэлси очень хороший сорт десят а уэлси ну уэлде